Мы на Pahodays уже пятый раз 2015-2016 года. Мы очень любим это мероприятие. Для нас два ключевых мероприятия в году, на которых мы обязательно должны быть, и одно из них — это Pahodays. В этом Pahodays на десятом у нас большая команда, которая сейчас не успевает работать, обрабатывать тот поток вопросов и поток демонстраций, которые есть. Три категории можно выделить, кто к нам подходит. Первая категория, конечно, заказчики. Тут их огромное количество, и это наши текущие заказчики, это потенциальные заказчики, которые рассказывают про задачи свои, рассказывают, что им сейчас не хватает, ну или делятся своим впечатлением от использования продукта. Второй — это партнеры, интеграторы, наши дистрибьюторы, с которыми мы ведем бизнес. Это наши партнеры, с которыми строятся проекты и прорабатываются заказчики. И третье — наши комьюнити, наши EB-комьюнити. Тут и вендоры, и конкуренты, и все те наши песочницы, с кем мы так или иначе взаимодействуем. Это очень концентрированный Pahodays, концентрированный по количеству заказчиков и людей, которые принимают решения. Поэтому это для нас очень ценно, и мы получаем удовольствие от того общения, от тех и заказчиков, и партнеров, и всех тех наших технологических партнеров, которые здесь есть. Что еще интересного? Ну это доклады. У нас был доклад вчера, и доклад тоже про продукты, про то, куда мы развиваемся. И это те новые веяния законодательства и других игроков рынка, которые рассказывают, куда будет рынок развиваться. Прошлый год пандемийный, он вызвал всплеск IT, развитие IT. Все перешли на удаленку. Появились новые точки угроз и точки для заумышленника, для того, чтобы взламывать, атаковать и так далее. Это удаленные рабочие места. Они могут быть дома, они могут быть где-то в гостинице и так далее. Отраса безопасности, она тоже столкнулась с тем, что нужно придумывать новые технологии для того, чтобы минимизировать новые вот эти вот угрозы и уязвимости. Мы в своей линейке продуктов в этом году с двумя новыми продуктами, которые мы анонсировали в прошлом году. Это продукты для продвинутой аналитики угроз. Как раз таки продукт, позволяющий выявлять аномалии поведения пользователей. То есть, если пользователь удаленно и он начал как-то по-другому подключаться к системе в другое время, то есть вести себя необычным способом, продукт может это подсвечивать. Ну и второй продукт, это продукт класса Deception, TDP, Threat Deception Platform. Это продукт, который позволяет для злоумышленника выстроить такой дополнительный рубеж, преграду для продвижения злоумышленника внутри сети, тем самым затруднить его продвижение. Создать ему имитационные сервера, какие-то компьютеры, на которые он будет реагировать и тем самым попадать в ту самую ловушку. И безопасники смогут раньше его замечать и видеть, куда он направляется внутри инфраструктуры. Эти технологии позволят произразить те угрозы, которые появились за тот пандемийный год, 20-й, который был. Плюс, конечно, мы смотрим не только на те удаленные или угрозы для удаленных пользователей, но и все те угрозы, которые были еще и в 19-м году, они развиваются, поэтому они требуют новых технологий. Продукты на это тоже заточены.